ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, мама тихнула. Да, мама тихнула. Всем привет, ребята! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Одежду подбираю утром, смотрю на погоду. Сегодня вот планировала в белом костюме быть. Вот. Потому что должна была его еще вчера надеть. Вечером мне было плохо. Вот, я никуда не вышла. Соответственно, я думала, надену его сегодня. Увидела погоду. Быстро передумала. Потому что я бы даже, наверное, из подъезда чистая не вышла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему, Оль? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кондитерскую вкусную? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Азбука вкуса? Не знаю больше. Да, сошли. Сейчас еще пару дней еще сойдут. Жидкость. Ну, понятно. Скинула. Не знаю, сколько, но подздулась. Единственное, что я сегодня пропускаю тренировку. Вот. Из-за ПМС. Но я бы просила, чтобы на следующей неделе он мне поставил 4 тренировки. Потому что... Ну, он говорит, что я пока не выдержу. Долбоеб, блядь. Я говорю, давайте попробуем. Я говорю, поставьте мне 4 тренировки. Я говорю, ну, не вытяну, не вытяну. Ну, слушай, тупить будешь первое время. Это нормально. Навигатор в помощь. Есть развязки, на которых даже я, как бы, вообще, которая не страдает топографическим кретинизмом. И когда не ездила за рулем полностью, знала все дороги и запоминаю. Есть 2 развязки, на которых я всегда путаюсь. Я подъезжаю, у меня начинается к ним. Эники-бэники. Так, если это уходит туда, левое уходит на МКАД, правое идет в центр, посередине там на Ленинский. Вот это значит, которое четвертое туда, куда мне надо. И я все равно ошибаюсь. Самое ужасное, это не когда ты тупишь, а когда тупит навигатор. Вот страшнее этого, нету ничего. Потому что один раз он меня вот так вот, когда я не знала дорогу и не запоминала, я, короче, на МКАДе. Ян, можно вернуться, я не знаю, в городе Ейске и выбрать нужную развязку, но не в Москве, где, чтобы развернуться, вы на это полжизни потратите. Вот, и, короче, у меня один раз заморосил просто страшно, навигатор заморосил на МКАДе. Вот. Маршрут перестроен. Это просто... Это был трындец. А он меня раза четыре просто разы... Я только съеду с МКАДа в одну сторону. У меня маршрут перестроен. Наверное, на четвертый, на пятый раз, когда я поняла, что это, блядь, вылазит, хернюшка, когда я поняла, что... Уже просто я на одном месте, на МКАДе спускаюсь, поднимаюсь, спускаюсь, поднимаюсь, я просто его выключила и начала ехать по указателям. Так и выучила дорогу. Девочки, все, кто пишет про когда новую машину, я очень безумно, искренне завидую вам, не скрывая, прям завидую, что вы можете себе позволить менять машины каждый год. Я столько не зарабатываю, позволить себе менять машину регулярно, как я хочу, я не могу. Поэтому новая машина еще не скоро. Нет, алкоголь я вообще не пью. Самое сложное в моей работе одевать то, что тебе не хочется. Улыбаться там, когда у тебя душа рыдает, плясать, когда у тебя что-то болит, и тебе хочется послать весь мир к черту, а тебе приходится это делать. Нет, у меня уже достаточно большой пробег на машине. 62 тысячи. Вы знаете, тут вот фу, вот как я занимаюсь. Две недели, да. Один раз у меня заболела нога, но это потому, что вот я два дня была очень много за рулем. То есть, я не знаю, там, мне кажется, у здорового человека все заболит. Но, как говорит Алексей Павлович, тренер, ну, рано еще говорить, рано. Хотя бы, когда у меня будет за спиной 20 тренировок минимум, да, тогда можно будет говорить о том, делать там повторное МРТ, смотреть на развитие и все организмы и так далее. Вот, пока их всего лишь пять, и говорить об этом рано. Но, с учетом того, что... Вот она, когда так ложится, Амечка, мы не дома. Чтобы вы понимали. Ам, любовь моя, мы не дома. Мне так неудобно. Да нет, Оль, какой шпагат? Вы что, вы из меня не делаете монстра? Привет, корич. Нет, конечно, еще. Но у меня сейчас не стоит первоначально цель шпагат. У меня стоит первоначально цель закачать внутренние мышцы, которые не держат таз. Из-за чего идет смещение, из-за чего пережимается подвздошная мышца, из-за чего такие боли. Вот, поэтому... Этот... Этот, как его, господи, шпагат, это самое последнее, что меня в этой истории волнует. Добрый день, тональный эстелаудер. Спасибо большое вам тоже. Прекрасного дня. Я работала с другим графиком. Я работала с графиком с 9 утра до 9 утра. Сутки через двое. Я, к сожалению, да, очень склонна к полноте. Увы и ах. Нет, я не смотрю Олимпиаду. Да, Пилатес. И днем эстелаудер. Нет, не могу кинуть сторис в вашу страницу. Реклама платная. У меня две ночи эти ужасно, ужасные, просто ужасные. Не только у меня, у мамы, у всего нашего семейства, скажем так. Не знаю почему, наверное, потому что полнолуние идет, хер знает, не объяснить. Ну, я, наверное, не была бы 54-го размера. Меня бы это изначально не устраивало еще на 46-м, в 48-м. Я бы не доводила себя до такого состояния. Мама стройная, у меня и папа стройная. А генетика это только мама и папа? На других, как бы, похожей быть не можешь, да, или ты не можешь сама по себе быть склонна к полноте. Я первый раз такое слышу. Девчонки, вы должны заниматься тем, что вам по душе. Что значит, как я считаю? Что значит, как я считаю? Это ваше право. Слушайте, девушка, которая пишет 54-го размера, не надо искать себе оправданий. Я ни в коем случае негативно не отношусь к полным людям или к толстым. Никогда в жизни не относилась и не отношусь. Мы не знаем вообще, как нас, что нас ждет. Но я всегда считаю, что один только процент, ну, блин, ну, пару процентов, которые не могут похудеть в связи со своим здоровьем. Все остальное это просто лень. Лень человеческая. Меня в этом, ну, никто не переубедит. Вы пишете, вы набрали из-за таблеток. Ну, раз вы набрали, вы же это понимаете. Да, то есть, вы, наверное, их уже не пьете. Но вы же можете уже начать. А вы спрашиваете об этом. Я абсолютно не хамлю. Я абсолютно спокойно отвечаю. Если вы считаете, что я хамло, вас не устраивают мои ответы. Вы можете спокойно выйти и не учить меня жизни. Спасибо. Витамин D сейчас пью. Дозировка 10 тысяч. Юдина, если правильно сказала, уже три дня вот такие эфиры, то это еще не too much. Эти дни вот до сегодняшнего. Это просто был трэш. Да, видать, уже весеннее обострение. Как бы это ужасно ни звучало, но это факт. Нет, не портятся реснички. Ну, не знаю, мои не портятся. Я... Опять штраф пришел какой-то. Я не знаю, похудеете вы или нет. Какую цель вы преследуете. Я не диетолог, не нутрицолог. Но, безусловно, если вы скинете, если вы уберете из жизни мучное, сладкое, жирное, конечно, организм по-другому отреагирует. У Альфика дела нормально. Во вторник операция. Витамин D, да, 10 тысяч дозировка. Не, не нарушаю. Видать, видать, видать. Но это скорость пришла. 250 рублей. Француженка в ауте. Так, ребят, на самом деле, я ехала по Можайке, и там была пробка, и мне было удобно. Сейчас я уже на Кутузе, и мне очень неудобно, поэтому я вынуждена с вами попрощаться. Если где-нибудь еще сегодня по дороге встряну в пробку, я к вам зайду.